Дорогая церковь, в это утро вас всех сердечно приветствую. Давид когда-то на закате своей жизни, когда уже благословлял сына своего, перед тем, когда построится храм, сказал такие слова, которые записаны в книге Паральпоминон, «Потому что странники мы перед тобой, пришельцы, и как все отцы наши, как те дни наши на земле, и нет ничего прочного». Действительно, быстро жизнь идет. Мы как-то незаметно вступили в 23-й год. Уже первый месяц подходит к концу, уже январь закончился. Если честно, я только привык 22-й год писать, и тебе надо заполнять какие-то бумаги, и уже 23-й. Раньше размышлял об этом и думал, думаю, наверное, когда ты только становишься старше, время быстрее идет. Недавно ко мне сын мой, семилетний, подходит и говорит, папа, я не могу поверить, уже 20-23. Жизнь идет быстро. Наша цель остается та же самая. Мы проповедуем Евангелие. Мы несем этот свет. Мы освящаемся. Мы молим Господа, чтобы Он менял наш характер. О том, что мы слышали в прошлое воскресенье, преображается наш характер как христианина. И это наша цель – донести свет и Слово для других. Перед нашей общей церковной молитвой я прочитаю вам всем знакомый отрывок Священного Писания и оставлю несколько мыслей перед тем, как мы помолимся. Евангелие от Марка, 4 глава, мы будем читать с 35 стиха. История, которая знакома даже нашим детям с воскресной школы. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собой. Как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. И убоялись страхом великим, и говорили между собой, кто же сей, что ветер и море повинуются ему? Кто-то сказал, что от счастья до горя всего лишь одно мгновение. Очень быстро в жизни все может поменяться. Четвертая глава начинается с того, что Иисус Христос учит ум моря. Собираются вокруг люди. Они теснят его. Он заходит в лодку и начинает проповедовать людям. Он говорит эту знаменитую проповедь. Он говорит притчу о сеятеле. Столько много народа, и ничего не говорил о том, что, может быть, что-то будет в дальнейшем хуже. Он говорит о Царстве Небесном. Он говорит людям о семье, которое сеет, которое ты не видишь, как оно взрастает, потом придает плод. Он рассказывает людям о горчичном зерне. И буквально через какое-то мгновение, когда они отплывают, начинается вечером буря. Все может быстро поменяться в глобальном мире, в нашем мире, в котором мы живем. В 2008 году никто не ожидал, что будет крах экономики. Все было хорошо. Люди скупали дома, недвижимость, и никто не думал, что они могут потерять цену очень быстро, что обвалится стак-маркет. В 2011 году никто не предвещал, и никто не знал, что в башне Близнецы врежутся самолеты, и мы пойдем в Ирак, и начнется война. Все было хорошо до этого. 2019 год заканчивался тоже неплохо, пока не пришел ковид, и не пришло все с ним, то, что пришло. 2022 год принес сюрприз для всех нас, для славяне, для христиан. Началась война между братскими народами из тех стран, из которых мы выехали. Ничего, может быть, не предвещало об этом, все было хорошо, и мы не задумывались, но наступила эта буря. Как в глобальной, так и в личной жизни все может очень быстро поменяться. Один пожилой человек, которого много из вас вы знаете, его зовут Хенри Браунсон, это тот старец, который с 16 лет прикован к едволинной коляске, который многим из вас помогал делать ваши таксы. В один из вечеров, когда я был у него, мы разговаривали с ним, он говорит, «Знаешь, мне было почти 16 лет, ничего не предвещало горю». Он говорит, мы с отцом валили деревья, и то дерево, которое подпилили неправильно, оно начало падать, и я не успел вовремя убежать. И оно накрыло его, и переломало ему спину в многих местах, и он всю жизнь был прикован к инвалидной коляске. Он говорит, я почти что получил свои водительские права. Как молодой парень он этого хотел, он хотел сильно ездить. Когда, будучи старцем, он говорил это со слезами на глазах. В жизни все может быстро поменяться, может прийти буря в страну, в мир или в личную жизнь. От счастья до горя может быть мгновение. Один телефонный звонок может вам перепортить настроение и принести горе, принести печаль. Готовы ли мы к этому? Если вы обратили внимание на этот отрывок, который мы читали, что ученики, они не сделали непослушания перед Иисусом Христом. Иисус сказал им, переправимся на ту сторону, и они послушались. Это не был тот случай, когда был Сиона, и когда Бог сказал ему, говорит, ты поезжай в Ниневию. А Иона собрал чемоданы и поехал в Фарсис. И мы знаем конец этой истории, то, что нужно было выкинуть его. Рыба, которая полагодила, было как бы наказание, может быть. Вот эта школа учения, через которую он проходил. Ученики послушались Господа. Они не сделали ничего такого. И пришла буря. Бог посылает в жизни моменты, когда нам кажется, ну, почему, Боже мой, почему это случилось? Почему это случилось в моей жизни? Почему это случилось в моей семье? Почему так и так? И не всегда есть на это причина. Когда к Иисусу Христу подошли люди и говорили ему, это записано в Евангелии от Луки, 13 глава, был случай, когда они сказали, в это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. И Иисус сказал им на это, думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех? Галилеяне, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, но, говорит, если не покаетесь, так же все погибнете. Не было непослушания, но пришло горе. Апостол Петр пишет братьям и сестрам, во Христе, в 1 Петра 4 глава, он говорит, возлюбленные огненного искушения для вас посылаемого для испытания. Он говорит, не чуждайтесь. Почему это случается, Боже? И как мне через это пройти? Следующая мысль, которую хотелось бы отметить, что те люди, которые постоянно этим занимались, это были рыбаки, это были моряки, те, которые это море переплавали слева направо, сверху вниз, с севера на юг, они знали. Они не были простяки, которые приехали первый раз порыбачить или что-то такое, они знали, как управлять. Они не первый раз были в шторме, но они не справлялись. Дорогие друзья, была такая мысль, что часто мы, когда мы много лет в церкви, мы много лет знаем Бога, мы, кажется, уже научились как-то и жить, что ли, правильно. Нужен ли мне Христос до сих пор? Вчера была суббота, и каждый из нас в чем-то где-то согрешил, даже если вы весь день пролежали на кровати. И сегодня утром милость Бога обновилась, и мы здесь. Мы приходим к Господу и просим прощения за наши слова, мысли, дела и поступки. И Бог обновляет и прощает, и милость Его обновляется. И нам с вами нужен Иисус Христос каждый день. Нет такого дня, когда Он мне нужен меньше. Если я научился жить правильно, то тогда мне не нужен Иисус Христос. Может быть, я тогда своими делами смогу достигнуть вечности. Они понимали, какой бы ни был у них экспириенс, как хорошо они бы не плавали. В тот момент им нужен был Спаситель. Написано, что они взяли Его с собой. Они взяли Иисуса Христа с собой. Я хотел бы сегодня сказать молодым людям, те, кто есть здесь. Возьмите Иисуса Христа с собой. Когда вы меняете место жительства, make sure that Jesus Christ is with you, что Он с тобой плывет в этой лодке. Когда вы идете в новую школу, и у вас будет новая профессия, удостоверьтесь, что там Иисус Христос с вами. Что в вашей жизни есть Господь Спаситель. Когда вы придете сюда, когда вас будут благословлять на новую жизнь, мужа и жену, удостоверьтесь, make sure, что Иисус Христос с вами. Потому что буря может начаться, и ты не знаешь, когда и где. И только тот, который может успокоить ветер и шторм, который может сказать, утихни, он может сохранить и довести до конца. В жизни мы встречаем людей, которые имеют власть, но нет ни одного того, который имеет власть сказать волнам и ветру, чтобы они утихли. Когда привели Иисуса Христа перед его страданиями к Пилату, и он задавал ему вопросы и говорил, почему ты не отвечаешь? У меня есть власть, чтобы дать тебе жизнь, или власть, чтобы отдать тебя на распятие. На что Иисус Христос ответил, у тебя не было бы власти, если бы тебе не было бы дана власть. С тобой в лодке, Господь, в твоей жизни имеешь ли ты Его, тот, который может все успокоить? Еще одна мысль, которую хотелось отметить, это ученики будущие Иисуса Христа. Они убудят и тревожат и говорят, Господи, разве тебе нужды нет? Проснись. Мы погибаем. Знаете, наверное, мы знаем, что Бог с нами, мы знаем, что мы возрождены, мы знаем, что мы дети Божии, но когда приходит обстоятельство вокруг нас, и когда штормит, часто кажется, Господи, может быть, ты заснул в моей лодке? Проснись, Боже. Почему так или так? Я понимаю, бывает у людей проблемы больше у одних, чем у других, но вспомните тот случай, когда умер Лазарь, и когда Христос возвращался, Он задержался, и мы знаем, что это было для чудо великого. Обе сестры, которые вышли навстречу Иисусу Христу, они говорили, Господи, если бы ты был здесь, не умер брат мой. Если бы ты был здесь, но чуть-чуть раньше пришел бы. Проснись, Господи, заливай лодку, тонем. И мы часто даем Богу предлоги. Не так давно, когда я подъезжал к своему месту назначения, где-то в верхах, кажется, в Род-Айленде или в Нью-Хемпшире, у меня обычно стоит две GPS, одна показывает для машин, одна для грузовых автомобилей. Я подъехал к месту, где одна говорила, едь прямо, другая поворачиваю напрямо. Которая говорила, едь прямо, было на 30 миль дальше. Которая говорила, направо, было короче. Я думаю, поверну направо. И когда я повернул направо, я увидел, что на обочине замигали мигалки, и меня сразу остановил милицейский. Я сидел, думаю, лучше бы я 30 миль поехал дальше прямо. И любой брат, который ездит на траке, водитель коммерческий, он знает, что когда проверка у водителя, это серьезнее. Он пришел, забрал все мои документы, он запарковал меня, он забрал все мои электронные локбуки, все девайсы унес к себе в машину, и я сидел. Это было не самое хорошее время в моей жизни, финансово, когда все в кучу слаживались. И замечая то, что первое, что прошло в моей голове, Господи, почему сейчас? Я знал, что ты не отделайся в тот момент каким-то маленьким штрафом. То первый упрек полетел в сторону Бога, Господи, я же для Тебя много делаю. Я же стараюсь и помочь Тебе и здесь, и здесь, и вроде бы жертвую вовремя. Почему сейчас? Потом сидел и потихоньку каялся. Я хорошо видел впереди, как он сидел и чесал свою голову, он смотрел через мои бумажки, через мой телефон, проверял все, все, это длилось минут 15. Потом он пришел назад, говорит, у вас все хорошо, езжайте. Да я знал, что у меня не все хорошо. Мы любим ставить часто Богу предлоги. Господь, ты, может быть, спишь, ты, может быть, заснул. Почему-то случается в моей жизни. И только тот, кто имеет власть, он может все это сохранить и успокоить, когда является буря. И последнее, до того, как мы будем молиться, Христос сказал им в 40 стихе, как у вас нет веры. Он говорит, почему вы такие боязливые и у вас нет веры. Веры в что, друзья? Мы годами и годами посещаем церковь. И ты веришь в Бога Отца, ты веришь в Иисуса Христа, ты веришь в искупительную жертву Его на Голгофском кресте кровь пролитую, ты веришь, что Он нам мыл, искупил, оправдал тебя, веришь в благодать, что только через Него ты спасен. Может быть, это не об этом. Может быть, когда приходит буря или обстоятельства вокруг, или трудности, ты там, и ты говоришь, Господи, неужели ты меня до сих пор любишь? Боже мой, а рядом ли ты сейчас? Иисус немножко раньше сказал своему ученикам, переплывем переплывем на ту сторону. Друзья, если вы еще не проснулись в это утро, Христос сказал, переплывем на ту сторону. Это действие, которое уже завершилось. Христос знал, что они переплывут на ту сторону. Слова Бога сегодня для нас записаны в Слово Божие, в Библии, книга Библии, друзья, кто не считает, советую. И Христос сказал, что будет время, он останет, когда не будет ни горя, ни печали, ни переживания. Библия говорит, что сам Господь утрет каждую слезу, не будет ни войн, ни болезней. Тогда это закончится. А сегодня наша цель продолжать жить, освящаться. И мы не знаем, что принесет нам 2023 год. Но если какое-то переживание, буря или плохая погода в нашей жизни, удостоверимся, что Иисус Христос там, доверимся Ему и будем верить Его Слово и Его Слова. Помолимся. Аминь.